Лето уже началось, за окном хорошо за плюс 20, правда на горизонте маячит похолодание. Не придется ли нам снова доставать куртки и сапоги, расскажет Инга Гударь. До начала официального лета чуть меньше недели, но май это ничуть не смущает. Он уже поднял температуру до июньских значений и даже умудряется удерживать ее без погодных сюрпризов. Но периодически мелькающие в расписании ливни не в счет, тем более они, как говорят синоптики, идут местами. Так на нас влияет наш старый знакомый циклон Черноморская депрессия. Не всем, конечно, этих дождей досталось. Это часто можно было видеть даже в одном районе города, погода была совершенно разная. Буквально метров сто отличало от солнца и дождя. Это вполне нормально, потому что при кучево-дождевой облачности такой характер погоды, он вписывается во все эти рамки. На следующей неделе депрессия закончится и за нас возьмется другой знакомый товарищ – Азорский антициклон. Ну а это значит, что температура поползет вверх. По прогнозам дойдем до плюс 30, но ненадолго. Прямо накануне официального лета придет похолодание. У нас похолодает. Ну как похолодает? По температурной шкале скатимся градусов до 24 на пару дней. А потом снова вверх. Ну и не забываем про дожди. Вернее, дождики. Кратковременные и местами. Мы опять догоним ту погоду, которая у нас сейчас. То есть 25-30 градусов в дневное время и в ночное в районе 10-13. Где июня, нынешняя погода, она вполне вписывается в тот характер, который должен быть в это время у нас здесь. А теперь о пятнице. Завтра днем у нас до плюс 28. Переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь. Возможно гроза. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14. Послезавтра погода не изменится. Температура у нас такая же, до плюс 28. И кратковременный дождь остается в расписании. Инга Гудаль, Михаил Белый и Дмитрий Рецькович. ТСВ.